Здравствуйте, дорогие друзья, мои подписчики и гости моего канала. Сегодня мы с вами будем пересаживать вот этот вот замечательный дендрофалинопсис. Это уценочка, приобретенная мной в том же эпицентре. То есть, знаете, из серии Тутастапа понесло. Вот, уценка просто замечательная. Во-первых, стоимость потрясная. Во-вторых, вот смотрите, вот этого дендрофалинопсиса. Вот, два новых роста, таких уже довольно больших, и вот третий маля. Кстати, если вам интересно, чем отличается вот этот вот дендробиум фалинопсис от дендробиума Нобили, который мы с вами пересаживали в прошлый раз, я обязательно оставлю ссылочку внизу под видео, и посмотрите, если вам интересно. Ну что ж, эта орхидейка у меня уже стоит где-то две недели. У меня не было возможности ее пересадить. Ну, я думаю, что корешки у нее вполне нормальные. То есть, я так вверху посмотрела. Есть, конечно, вот порченные, но надеюсь, что они очень много как бы. Так, достаем орхидеечку, немножко так обминаем. Вот так вот. Посажена она у нас в кокосовое волокно и, наверное, кокосовая крошка. Но субстрат, конечно, мега влагоемкий, такой же, как и при пересадке был у нас у дендробиума Нобили. Итак, поступим мы с вами так же, как поступали и в прошлый раз. Я освобожу орхидейку полностью от всех вот этих вот остатков так называемого субстрата. И покажу, с чем мы будем с вами работать. Знаете, я очень люблю покупать оценки, потому что пересаживая и потом за ними как бы наблюдая, я очень много учусь. То есть, для меня оценки это даже намного круче, чем просто купить какой-нибудь там здоровый фаленопсис. Для меня в орхидеях не так важно цветение. Мне больше нравится учиться, то есть изучать новые какие-то вещи. Орхидеи эти, те растения, которые как бы, вот они не такие, как все, они необычные. Ну и вот я, честно говоря, никогда еще не видела вот такого вот. То есть, я знаю, что подкладывает мох. Я знаю, что используют стаканчики как бы прессованного, прессованной кокосовой стружки. Но это, я не знаю, это как будто, вот честно, смотрите, как будто вот просто кусок какого-то кокоса. То есть, оно с ровными краями. Ну, просто, я не знаю, может это какая-нибудь кокосовая таблетка. Либо же это просто берут какой-то кусочек кокоса и на него высаживают растения. Но в любом случае, вот эту вот странную штучку мы будем убирать. Если вы вдруг знаете, что это такое, пожалуйста, напишите мне в комментариях, мне очень интересно. А пока я приступлю и буду убирать это с наших корней. Ну вот, после 20 минут труда я наконец-то разорвала вот этот вот комок. Это действительно похоже на то, что это был вот такой вот, знаете, как просто, как бы кусок какого-то кокоса. Или, возможно, это какое-то, не знаю, тростниковое дерево, да, или что-то в таком роде. Вот такой вот просто кусочек, которое было посажено маленькое растение с фласки. Высажено для большей влагоемности. Вот. Ну, пока что у меня других, как бы, вариантов нет. А что еще у нас оказалось? Что в горшке у нас, оказывается, было не одно растение, а два. То есть я эти растения не разрывала. Они вот так вот просто были посажены друг к дружке. То есть там было в горшочке два растения, которые вот так вот посадили. И когда я вот достала вот этот вот, не знаю, вот этот вот стаканчик или кусок дерева, то вот эти вот растения просто вот так вот развалились. То есть здесь нету нигде перелома в резомы. Вот единственное, это моя догадка, что просто было как бы случайным образом высажено два растения. То есть одно было какое-то, например, наверное, вот это вот было очень маленькое, его не заметили и посадили два растения в горшочек. Ну что ж, я сейчас промою опять корневую систему и буду удалять корешки, с которых вот так вот, как на этом, слазит феламин. То есть здесь довольно много таких порченных корней, вот видите. То есть я прям легонечко к ним прихасаюсь и с них сходит феламин. Вот такие корни мы будем удалять. Оставлять мы будем корни, которые твердые на ощупь. Ну не всегда они зеленого оттенка, потому что они в торфе были. Вот. И тогда я вам уже покажу, с чем мы будем дальше работать с вами. Итак, вот с чем мы остались после осмотра наших корешков и обрезки. Здесь вот, конечно, корешков совсем немножко. И в основном они идут от молодых ростов, потому что на старых ростах корешки, которые долгое время находились в субстрате, они просто сгнили. Но от новых ростов тоже корешки, конечно, не ахти, но я все же их оставлю, потому что, ну, как говорится, на всякий пожарный. Кроме того, на этой орхидейке тоже, как бы, такие корешки не очень. Ну, они, по сути, некоторые вот плотные. Может, я что-то пропустила, может, есть какие-то сомнительные корешки, но в случае, когда у меня есть вариант, что этот корешок, возможно, хоть как-то еще что-то там, какую-то боковую веточку пустит, я лучше его оставлю, потому что оставить орхидею совсем без корней, это, конечно, уже очень-очень нехорошо. Итак, после того, как мы сделали обрезку наших корней, я всегда использую для дезинфекции корневосистемы, для того, чтобы убить бактерии и грибки, и также избавиться от улиток и их яиц, я всегда использую вот такой вот перескис водорода 3%, который вы можете приобрести в любой аптеке. Наливаю ее вот в такую вот бутылочку, распилитель, и очень-очень тщательно во всех пазухах, орхидейке, между листиками. Вообще, в тех местах, где могут прятаться улитки, я вот обрызгиваю наше растение. После, которое происходит, то есть после вот этого вот спления, перкис превращается в обычную водичку, и ничем не вредна нашему растению. И вот так вот мы оставляем наши орхидейки на несколько минут, даем им немножко, чтобы реакция прошла, и чтобы они немножко просохли, и тогда приступим к нашей посадке. Кстати, случайно у меня отломалась вот такая вот маленькая бульбочка, это самая старая бульбочка этого растения, которая вот была здесь. В принципе, в этом как бы нет ничего страшного, в ней не настолько много питания, но вообще отламывать вот эти бульбочки я не советую. Но поскольку у меня вот здесь вот на резоме образовалась вот такая вот маленькая рамка, я предпочитаю присыпать её корицей. То есть это обычная корица, которую вы покупаете в супермаркете, для того, чтобы печь пирожки, допустим. Я её присыпала вот в такую вот баночку, использую вот такую вот ватную палочку, и присыпаю срезы вот этой вот корицей. Стараемся, чтобы корица не попадала на именно сами коришки, потому что корица имеет свойство сушить очень сильно. Если она попадает на корни нашего растения, то тогда она, получается, вытягивает влагу из корня, из филамена, и корешки в том месте, где есть корица, они пересыхают. Итак, садите эти две орхидейки. Я буду также в один горшочек, у меня просто нет места в доме, чтобы рассаживать их. Садить будем в кору довольно такой мелкой фракции. Вот, потому что я не хочу, чтобы сразу орхидейка из таких вот влажных условий попадала в очень сухую среду. В горшочек на низ я уже положила крупнее кусочки коры для хорошего дренажа и ариации. Также я использую горшочки с дырочками. Если вы мой подписчик, вы уже знаете. Если нет, то советую вам посмотреть мое видео о плюсах и минусах использования горшочков с дырочками. И тогда вы сможете определиться, подойдут ли такие вот горшочки именно для ваших условий. Сажать вот эти вот орхидейки можно как бы двумя способами. То есть, либо вы садите самой старой вот этой маленькой бульбочкой в краю горшочка, тогда вашему новому росту есть место, куда расти. Либо же можно посадить это растение просто по центру. То есть, в любом случае, здесь достаточно места. Я поступлю именно таким образом, поскольку буду садить вот так вот, вот эти вот две орхидейки. То есть, чтобы не рассаживать вот как-то примерно так, я посажу их посерединке. Ну что ж, я приступлю тогда к посадке и уже покажу вам конечный результат. Итак, наше растение засыпано корой, но оно немножко нестабильно, поэтому мы его обязательно фиксируем. Для этого я использую вот такой вот зимчик. Продеваем его таким образом, чтобы закрепить за старые бульбы и за наш цветодержатель. И закрепляем. Ну вот, наша орхидейка надежно закреплена. Она уже не болтается. И новые корешочки, которые будут пускать наши новые росты, будут спокойно себе идти в субстрат и никаким образом не повреждаться, если мы будем брать орхидеи или там поливать и тому подобное. Единственное, по краю горшочка я еще немножко положу мхас в сфагнума для того, чтобы провоцировать рост корней у молодых ростов. Поливать свои орхидеи после пересадки я буду где-то дней через 4, то есть, чтобы все ранки на корешках затянулись и чтобы не было потом никаких нюансов и проблем с загныванием. Да, еще такая маленькая ремарочка, вставочка. Обязательно подписывайте свои растения, не забывайте, потому что если у вас большая коллекция, вы потом просто запутаетесь. А если вы еще такие фанаты оценок, как я, и покупаете орхидейки нецветущими, то потом очень-очень сложно определить, где и какая растюха у вас. Поэтому я вот сама делаю вот такие вот штучки, на которых я маркером пишу, какая у меня орхидейка. Если вам интересно, как я делаю вот такие вот бирочки, обязательно напишите мне в комментариях. Я сделаю об этом ролик. После того, как мы подписываем, мы просто запихаем его в горшочек. Этот маркер не стирается, то есть он водостойкий. И вот так вот вы всегда будете знать, что у вас за орхидейка с обратной стороны. Я всегда пишу, когда она была пересажена, чтобы знать примерно, когда она снова нуждается в пересадке, когда субстрат уже довольно такой разложенный. Если вам понравилось, обязательно ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. Впереди еще много видео о пересадке. Ну все, до новых встреч. Пока-пока.